IG's turn to pick Попадает резерв Кого можно взять? Посмотрим, будут ли теперь брать Кипровзлайт и берут вместо этого Магнуса Неплохо Понимаешь, что герой сильный Что оставлять его Нежелательно было бы Выпустили его из банов IG очень хитро банит И они банят Чена Мизери, боятся видимо Не то чтобы боятся, они хотят себе на самом деле забрать сильного героя То есть это в то же время и респект бана В то же время хитрый ход, чтобы как можно больше сильных героев было доступно Кипровзлайт с Рубиком Достается в HD Gaming Напомню, скорее всего это последнюю игру, посмотрим лайв Остальные матчи достримлю после После 10 часов вечера Скорее всего, если честно, я не уверен Когда закончится турнир Tech Labs Придется его застримить Я официальный стример, поэтому Пропускать ради G-лиги, к сожалению, не получится Хоть и очень хотелось бы 10 секунд остается Так, ну здесь остается Всего ничего, надо добирать команде IG Здесь можно взять Можно попробовать в этот раз сыграть наконец через луну Тем не менее, берут Лайфстилера Лайфстилер, Лон Друид Вот так вот Надо добрать потом сильный трилейн с Лайфстилером Лон Друид постоит соло спокойно ЛЖД задумались Понимать, что и мидгейм сильный есть Магнус Будет сильный трилейн с Лайфстилером В то же время, Лон Друид Будет фармить То есть, с одной стороны, вроде бы Лайфстилер будет фармить С другой стороны, Лон Друид Хоть кто-нибудь дон фармит Такая опять Стратегия Трех основных героев Три корс Как это делали раньше То есть, такие герои, которых сложно убить, сложно за ганкс И которые в то же время получат фарм То есть, план основан на том, что Если даже на двух лейнах Сконцентрируются сейчас ЛЖД Ну, скажем так Переубивают Два лейна То Третий лейн получит фрифарм Будь то Магнус, который получит Блинк Дайгер Будь то Лайфстилер, который сфармится Получит свои барабаны Нарглит и так далее Будь то Лон Друид Который потом просто выйдет С рейликом С радиансом И просто начнет ломать вышки План построен на этом Ну и саппорты будут ходить между лейнами Охранять того-либо другого Помогать Ну, в общем-то, делать вещи Ждгейминг прекрасно видит, что Очень стабильный рейнап Супер стабильный Непонятно Надо строить планы такие, чтобы Вроде бы и в мидгейме пережить Понятное дело, что IG Агрессировать особо не будет в мидгейме Скорее всего Точнее в early game Пермин 15 Просто будет отфармливать Как магнус, так лайфстилер, так лондроиды Потом уже ходить делать Когда появятся ключевые вещи Ключевые вещи Появятся в районе 20-25 минут То есть это радианс Это на лайфстилер, армлет и так далее На магнусе Блинкдайгер Когда это все появится Возможно даже дождутся мекки Ну и потом просто пойдут ломать все Пока это Не начнет происходить Ужди гейминг будет окно Во время которого Можно пытаться что-то сделать Однако, как я и говорил Пытаться что-то сделать Даже если два лейна Они перебивают Третий на фарме То есть Здесь у IG с пиком Все очень-очень стабильно Берется вивер Такой весьма странный пик Но тем не менее Такая неплохая заявка На лейтгейм Если до нее доживет Однако вивер Не самый плотный персонаж Попадет в энтангл Лондруида Медведи его Будут Большие проблемы Так Ну и IG начинает банить Первый бан Надо подумать То есть Остался Остался кто-то на мид И остался кто-то На соло На соло Скорее всего Отошлет вивера Будет просто Пытаться против трейлерной стилера Стоять То есть здесь можно Сейчас будет добрать Какого-то героя года Ну и какого-то героя байката Посмотрим Увидим ли мы гирокоптера В этой игре Вот он лайнсер Забанил его В этот раз Понимает что Киперов злайд взят Лайнсера Не стали брать Трейтинг пиком Вместо этого Его забанил IG Включая с баном Дисраптора Так Ну кого здесь еще можно придумать Раз уж пошли по хардкэре Который может помешать В мидгейме В лейтгейме Расфармиться Понимает что уже есть вивер То есть IG нельзя допускать Чтобы Скажем так Их Три ядра основных Скажем так Три корс Эти самые Перехитрили Что бы Лжд гейминг сделали свои Три ядра Этих самых Три выживаемых героя Которые спокойно нафармят На своих лейнах Они забанят бреймастера Один из таких героев То есть плотный герой Его самого не убить С магнусом они спокойно Будут на равных стоять Нафармят То же самое И вивер Будет он стоять Против Три лейн Спокойно нафармит Его конечно можно Попробовать убивать Но Времени ресурсов Забанить Сэнд Кинга Забанить Дисраптор Чтобы не возвращали Они вивера То есть ставится Сэнд Ревард Либо просветка используется Ну и сразу же просто Глимс на вивера Сэнд Кинг Респект бан Чего он нам немного наигрывал Ну и последний бан Посмотрим кто здесь будет Кто еще может пойти То есть это либо Персонаж на мид Либо на хардлейн Который вот именно Расфармится в любом случае Квин оф Пейн Квин оф Пейн забанили Замечательно Давайте последний бан HD гейминг Ну и надо смотреть уже пики Они работают по саппортам Они понимают что осталось Два саппорта Надо самых опасных персонажей Выключать из игры Забанить шаду демона И время брать IG пока за саппортов Так на кого здесь можно взять Не удивлюсь если видим Кого то из разряда Лина или Леона То есть нужные нюкеры Понятное дело что Виверу надо давать Проказ Будь то Лагуна Блейд Будь то Фингер оф Дэс Нужные дополнительные контроли Леон с этим неплохо справится В общем то вариантов все Очень много Можно взять Лишака под пуши С его ауе станом Сейчас мы все это посмотрим Минут двадцать остается Так ну даже не знаю Никс Ассина Давно забанен само собой Вот че он видимо Просит какого то героя себе Надо посмотреть что им достанется Лайон Ничего удивительного Про Леона я все рассказал То есть это контроли Это исключительно чтобы Бороться с вивером Если вивера поцепили То там уже пошел чейн стан Чейн дизейбл Здесь дизейбл очень много Два пятьдесят два Плюс еще время некоторое летает То есть в районе трех секунд Атер спайка Хекс четыре секунды Аж на последнем уровне Ну и Фингер оф Дэс поможет Добить если что Время Время набирать HD гейминг Надо показывать кто пойдет на мид Кто пойдет На сейфлейн Как расставиться лейн Пока что не очень понятно Вроде более Более менее понятно как станут IG что Медведь пойдет На хардлейн Лайвстиллер Леон Будут пытаться помешать виверу Который пойдет на топ Берется Свен Свен Хм Не самый такой популярный В наше время По крайней мере Во время Дримхака Был чуть ли не первым пиком Теперь же Немножко отошел Вышл из тренда Тем не менее берут его HD гейминг Видимо есть какой-то хитрый план Делают сильные трейлэнки Про взлайт Рубик Плюс Свен Посмотрим не пойдут ли они драться сейчас То есть Конечно саппортам Нужны урны пока появятся Витболты пока появится Второй элиминейт Пока у Свена Второй Штормхаммер Тем не менее Если они получат опыт Они вполне могут Повоевать со вражеским трейлэнмом Однако здесь лайфстиллер И здесь лайн Вот сейчас надо Добирать третьего сильного саппорта Чтобы врагов Даже желание не возникло Туда соваться IG надо продумать Кто это такой Это еще один станер Гарантированно Еще надо Дополнительное ауе Не удивлюсь Если даже лину возьмут То есть два будет ультимейта сильных Помимо этого доступен ли шаг Доступны остальные саппорты Ну здесь в общем то Вариантов очень много То есть хоть там расту можно взять Хоть можно взять виномастера Посмотреть что произойдет при этом Однако нужно как можно больше контроля Это надо понимать Для вивера Для Свена Который если он На фрифармит Жакира берут 7 секунд кулдаун Ауе Есть Есть замедление В общем то замечательно Неплохо поможет Не 7, 9 секунд извините Кулдаун на айс пати Урона не так и много конечно В ранней игре Но тем не менее Вполне могут В мидгейм тимфайтах Просто всех стягивать Или распалялись И заливать этим Акропайром Долобрейсом Станец айс пасом И там уже просто Доедать что получилось Остается буквально 5 секунд Неужели гейминг Надо добирать Брать какого-то героя года Понятно что Трилейн скорее всего не встретится Вроде Леон с Жакира Тоже зависит от уровня В ранних уровнях Пугна Да Вот это уже интересно Вот я давно предвещал Когда же герои появятся В мидгейме Давайте посмотрим кто будет Отыгрывать скорее всего Мизери дадут Не удивлюсь Нет берет все таки год Насколько я помню Мизери очень часто Пугнаю отыгрывал До этого В 2012 году Ну и разбирает героев Сейчас посмотрим Понятное дело Пугна на мид Вивер На хардлейн С вами будет пытаться Фармить сейфлейн Ну и давайте смотреть Страна Радиент ВВФ На лайфстилер Лайфстилер пойдет Видимо на хардлейн Феррари На Магнусе Чуан Леон Фейт Джакира Ну и Джоу дали лондруида То есть видимо Будут 3 лейнить лондруида Фарм на нем ценнее чем фарм На лайфстилере Лайфстилер Судя по всему соло Сейфлейн будет Нет не соло Все таки его Так ну видим просто Более комфортабельный герой Лондруид Для Джоу Вот он пошел в хардлейн на нем Ну ладно Хоть вроде ролями Немного поменялись Не страшно Давайте смотреть что здесь с этой стороны Бракс На Свене Вонфорт 3-7 на Рубике Мизери Киперовзлайт У них здесь агрессивный Такой трилейн Будут пытаться воевать они Будут пытаться воевать с лайфстилером Его бандой Дуговым драконом и Демон Вич С Леоном Собственно с Чуаном Гот на пагне Стоять на меденном пугне Ну и Пайкат на вивере Пайкат будет Пытаться перефармить медведь Здесь медведь будет отводить у него к крипов Там пока что разведывает просто Сперед байером смотрят Что где Все стоят аккуратненько В чужие джунгли никто не лезет само собой В чужой лес пойдешь там просто поумирать Есть вероятность Так ну и все зависит от того Как сейчас стоит трилейн Есть подозрение Что стоит он не так хорошо Как хотелось бы Хейст находит вроде бы Бракс Лучше бы они Расфармили свену Вместо вивера Вивера бы Здесь нашел фарм Если бы его послали в хардлэйн Спокойно отстоял бы он Против трилейна Несмотря на то что Есть очень много дизейблов Можно просто Аккуратненько ходить Можно совать вивера В центре варды Он бы здесь их расставил И спокойно ходил Ставит сразу же сентре Убивает вражеский вард Враги уже видят Что здесь трилейн Ну в общем то они все Обгладали замечательно С лейнами ВВФ Будут пытаться здесь пофармить Ну и будут его Харайс сейчас саппорты Рубик приходит Рубик на хейст Само собой на первом уровне Никого они не убьют Здесь саппорты Спокойно начинают отводить Вот на отводах Можно попробовать кого-то Подловить Нет Посмотрим что на меде На меде год против Феррари Пугна против Магнуса Четыре лосхита уже в год Вот он добивает своим Незербластом Хара из Феррари отгоняет Однако могут быть Проблемы с маной Ну и на топе встречается Пайкат Пайкат уже один лосхит Уже четыре Неплохо фармит медведя Так ну и отпул Пытался суровать в мизере Ни одного крипа не досталось ВВФ спокойно фармит Подвышки Ну и заходят все смотреть Что здесь с отпулами происходит Поставили вард В полспот То есть отпулов Больше не будет Некоторое время Надо Убить вражеский вард Год уже едет бутылка Уже на фарме Бутылка Сейчас отопьется Будет чуть больше Чаще Незербласты Гонять будет Магнус Магнус хоть ими лишний Но проблем у него не будет Он Свою бутылку уже себе несет То есть шок вейм Он будет добивать спокойно Проблема быть не должна Стоит учитывать Что пугнаху У тебя очень больно дерется Своими Незербластами Взрывает землю В то же время Очень худенькая 568 хп У Магнуса уже 700 один Получает Незербласт Но вроде живет Если шок вейвы Скоро появится Шок вейвы уже по 250 По 300 урона Если будет попадать Ими по пугне Будет Год страдать Пожалуй единственный минус этого героя Вот его Баффали-баффали Добавили муспида Добавили Рэнджа на ультимейте Добавили Кулдаун на Декрепифай насколько я помню И рэндж Незервард теперь тоже Статичный 1600 на всех уровнях То есть герой Вроде бы очень сильно Я удивлялся что его не берут То есть у нас Был метагейм такой Что все тимфайтсы пушат Не брали почему-то пугну Хоть он И лейнер сильный В общем то и на пушах И в тимфайтах полезен Своими Незервардами Незербластами Своим Декрепифаймом Замечательно Справляется Это как бесплатный Бесплатный госсептер Для саппортов Если набрасываться на кого-то Лайсиллер просто дается Декрепифайм И кто-то отходит Тем не менее Не видели мы его в Европе Один раз его брали Нави Не пошло Там у них был Уже третий Третий Байката Бьет Медведь Так Ну и Феррари Приезжает на инвиз Утягивает инвиз Байката Так секундочку я выключу Телефон Смотрим на ботлейн Прошу извините Прошу извините Так двадцать шесть хрипов между прочим у года Год на первом месте по хрипам Девятнадцать у Жоу Девятнадцать у Магнуса Четырнадцать у Вай Вай Фа Трилейн здесь пока не работает Вот они просто стоят Вроде бы отвлекают внимание Свен не фармит Спокойно фармит Вай Вай Ф У него пятнадцать хрипов у Свена Всего девять Делают садпулы Саппорты стоят Саппорты уже третьего Чуан Второго Жакира То есть сейчас они будут кого-то убивать Элиминейт прилетает фейту Фейта не так и больно Потому что Мизери пока что Третьего уровня Вот он вкачал второй чакромайджик Понимает что Ману заливать своим Будет важнее Чем второй элиминейт С первым чакромайджиком Сидел по-моему без маны Год отбивается с Али Видимо набрался на нее Феррари Год без маны Тем не менее Стоит спокойно Денает хрипов Мы же будем смотреть Что здесь будет происходить Пятая минута До сих пор нет Феррглада Руна на шестом появится Я думаю что это будет происходить На миде В общем то Удивлен что выбрали Такой трилейн Что пошли воевать ЛЖД Интернешнл Как полетает 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 Рубик Понимает что Тратят время они на ботлейне Это вот как я Думал То есть выгоднее было бы Послать сюда вивера Он просто фармил бы Его не убивали бы здесь Минут пять первых как минимум В итоге же эти минут пять Они просто потратили Они не получают особо Ну ладно Получил третий уровень мизери Здесь четвертый уже свен Но тем не менее это Не то что хотелось бы Просили по фарм по опыту Можно сейчас посмотреть на график даже Здесь как-то по хитрому пытаются Обойти медведя Входит Рубик У Рубика только первый фейтболт Это 70 урон И все то есть Жоу за гангст Не получится даже При всем желании Так вот Год находит хейст Однако Рубика уже нет на ботлейне Рубик куда-то уронил Год включает хейст Побежал Отпивается бутылкой Прошел мимо Сентриварда Сентривард его не видел Тем не менее мисс сказал Пираль Находит ВВФ сразу же Декрепифай Незербласт Незервард поставили Медведь выживает на 5 хп Одновременно Джоу берет Ферстблад На Вивере Такой вот интересный момент Что чуть было не убили Лайфстилера Однако сразу же сказали Что идет атака Медведь просто набрасываясь на Вивера И его поедает Прок в Тентангл Вивер возвращается Медведи Чуть было не съело Рубиком Так это Вовсе даже не Вивера Это очень даже Год Замечательно С двух сторон Одновременно с одной стороны ЛЖД Пытались Подбить Лайфстилера Оставалось 5 хп Если бы они успели добить Ферстблад Достался бы им Иначе же Медведь набросился Ну и сразу же Преимущество Все отвоевал Год Медведи Просаживает Медведь уже В друг форме Рычит Набрасываясь на Год Год понимает что Прок в Тентангл Он будет помирать Несмотря на то что есть Рубик Пугна как я говорил Не самый плотный герой Вивер пришел на мид Вивер видимо сказал что На топе стоять Нет мочи Вивера Даже ботинок пока нет Ну в общем то Вивера Ботинки не нужны Но и с фармом тоже Проблема Есть бутылка 25 скрипов вроде бы Тем не менее Все не так хорошо как хотелось бы Подать вард для мизери Ну и здесь теперь в итоге Стоит такой дуалейн Что сейчас саппорты Просто соберутся с мыслями И побьют там всех ВВФ надо отпиться Вот он ждет Сейчас используется альва Отопьется Ну и можно будет уже Нормально гангать Фейт уже третий Дуалбрэйс максит Магнус находит дабл дамаж Давайте посмотрим что у Магнуса У Магнуса есть рерасполярис Есть аркейн бут Телепорт вместо что прилетит он на ботлейн Ну и тогда будет уже интересно Так Выходит фейт А здесь опять год Набрасывается на Свена Свена слева поставит Чуана Однако Незервард Незербласт Успели добить все таки Успели добить Свена Но пугноватый Убивает Жакира Продолжает Свен Незербласт Приезжает Магнус Магнус рерасполярис Не надо жалеть Станет года Приползает Вивер Посмотри что здесь происходит Здесь уже добивает мизери Вивер вроде пострелит Лайфсилер Влезает Феррари Спокойно отходит 4-1 уже счет То есть убили только Жакира пока что один раз HD International сами потеряли Очень много людей Феррари спокойно транспортирует Свою кэри Вивер в него немножко настрелял Просадил ХП Вот вылезает ВВФ Спокойно выжил Так набегает Набегает на Чуана Чуана получил Штормхаммер Чуана гарантированно умирает То есть полетает Отменяет Слепорт Жакира Понимает что там бы он тоже помирал Ну второй килл Как то еще он неловко стоял Начинает атаковать Тирадин Тауэр Сразу же прижимается Фортифайп Акад проседает Есть салли если что Отопьется Пока что опять все идет Идет не так как планировалось Если честно сложно понять Что планировали HD International То есть Как то по их драфту даже Какой то Тактике Какой то Именно стратегии Усмотреть сложно Они набирают именно что Вот мы возьмем посмотрим Как встает лейна А потом придумаем что делать Фейта переезжает На шизме ВВФ набрасывается На Бракси Просто вот сейчас съест Приезжает Феррари Феррари отвозит Противного таракана этого Пайката Пайката Включаешь и кучу Ну и Бракси просто еду Крепо съедает Феррари Сейчас допьет его Год Замечательный Год пришел Дал декрепифай Убил Магнуса Это уже неплохо Пока все это происходит Медведь горжет вышку Давайте посмотрим Медведи Медведи 700 золота Тринкл будет есть Здесь Фейс будет есть Есть Глобов Хейст Видимо будет делать Мэдстром Полетает Год Сразу получает Энтангл Сразу проседает на пол хп Дает в ответ декрепифай Незобласт Медведь продолжает Укусать его Если сейчас еще один Энтангл прокнет Год просто помирает Год выпивает целиком Медведя Своим Лайфдрейном А то Магнуса Точно так же добил Очень замечательно Магнус пытался бежать Однако здесь Рэнжа Очень много Написано Написано Нет здесь Не написано Рэнж Там 1100 по-моему Может быть даже 1100 по-моему 1100 по-моему 1100 все-таки Рэнж когда прерывается Наконец этот Лайфдрейн Ну и можно просто Убивать героя Просто начинаю Ультовать Если нет никаких Дизейблов То просто Помирает в большинстве случаев Че он пришел по Феррари на мид Видишь что здесь Пайкат И Пайката поддерживает саппорта Здесь Оп Фингер ов дэс Уже шестой Оказался Леон Уже и седьмой получил По ходу дела Феррари Раскистовал был рейх спаляриц Пришлось отменять анимацию Читал не потратил Второй ультимейт Очень вовремя Сообразил Нажал Отмену ВВФ Кусает крипов Остался на фрифарме Саппорты все ушли Лждгейминг поняли что Трейлайн совершенно не сработал Нужен какой то еще план Феррари приехал Напугал мизери А так не задел Не попал по нему Эскьюером не замедлил Иначе могут попробовать Добить по дайвис Медведь спокойно фармит лес Делать Владимир Для Лайфстилера Надо давать ауру То есть Одновременно у нее здесь Появляются кусочки Владимира Владимир Сойфринг Ну и помимо этого Есть перчатка Потом можно будет собирать Монстром Приходит Гот Ставит Незервард Пытается Вытесняет ВВФ Убивается Крепвейв Катапульта достается вивер Давайте посмотрим Как издал вивера Прожмем наконец Нетворс Непонятно было До этого Как У кого что по фарму Как видно Первый Жоу Второй Феррари Третий год Ну и Свен В середине списка Свен был не фармящий Фармит здесь вивер Однако Вивер Не сильно Отрывается от свена Вивера Только колечко Только ПТ Дособирал Пауэртрейс Летят кусочки меки Для мидера Мидера понимает что если не будет меки Они Мид файты просто проиграют За один рейер с полярити Если не смогут перехилить этот урон Иллюзия Прожимается Разбаклив Ну и атакуют Смело набрасываются на медведя Бьют Крипами всем подряд Летит еще Элиминейт Пытается бить вышку Пока что джанглит Они видят что здесь у них Входит иллюзия вивера Самого вивера не видно Сам вивера на топе Теперь он показался В общем то до этого здесь было видно Крипы все убиваются В общем то пуш неплохой С Незербластами Совсем Незербласты напомню Работать на вышке Собственно из-за этого пагнут Такой хороший пушер Набрасывается на медведя Штормхаммер Улетел далеко за ним То есть даже телепорт не помог Или Термф пронжал вроде бежал Однако Штормхаммер Проследует От него не убежать Джоу пересобирает здесь Пересобрал Рейнгу Базилус Собрал обратно Свой Транкл Бут Отпивается Можно теперь обратно Все выложить собрать И обратно Рейнгу Базилус Сейчас он видимо Этим займется Тем не менее вышка на топе Продавили Пропушили в HD гейминг Здесь как видно Вышка досталась в пугне Давайте посмотрим Что с фармом Пугна видимо делает То ли БКБ делает То ли Непонятно Огоним может сделать Так Приходит и смог Пришли по ворду Рейнгер с полярисом Просто на троих Показался Блинкдаггер Феррари Но это минус 3 Нобили пугну Убили Свену Били Рубикова Бежать Надо бежать Мизери Вроде на лошади Но Медведь его догоняет Медведь фейсбуц прожимает Сейчас проклана еще энтангл Замедляет уже Дотягивается ВВФ Ну и здесь Четвертая Смерть Очень ранее Ну не то чтобы ранее 14 минуты Блинкдаггер Дофармил Феррари Влетел Просто вошел Несмотря на Сентривар То есть вроде бы его видели А вроде бы уже впрыгнули Минус 3 Показал почему Магнус стоит банить Все таки Показал зачем у него взяли Именно феррст пиком Особо не раздумал Влетел Сразу всех убили Замечательно С этой стороны Дали хэкс Пайкату Чуан Фингер оф дэс есть но Нет маны Так ну и Медведь начинает грызть то Тир 2 Тауэр сейчас Достаточно быстро упадет Из-за демолиша здесь Фейсбуд здесь Глобов Хейст То есть урона хватает Хватает атак спида Медведь грызет Находит лавстилер Лавстилер Рэйдж тп аут Дает немножко времени Медведь Медведь сейчас тоже отойдет уже Тем не менее Вышку очень даже неплохо покусал Здесь спокойно отходит пешочком Смотрит своим Спиритбэром Здесь что происходит Так на Меде Происшествие На Меде нашли ВВФ Вот куда он прилетал То есть он летел не на базу Сразу пропушивается Нападает Интернационал на Металор Идут на Азербласт И в общем-то пока что пушат Тем не менее ВВФ набрасывает Снова потрясаю Он прижимается Декрепифакт Я говорил Пугнап Замечательно справляется Двойной На двоих Айспат Ну и Феррари опять На четверых Рерсфалярити Сейчас будет Убилет 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 Интернационал Ударов Пытается всех расконтролить По их стороне Рошан А не Дайра Вот Восстанавливает себе ХП Отпивается от Рошана Сейчас закончится уже Лайвдрейн Рошан вроде починили Что он больше не такой громкий Раньше был слэм очень громкий Сейчас можно посмотреть Ну и видишь что приходит ВВФ Боятся просто улетают Бракс улетает Телепортом ВВФ Забегает в Рейдж Здесь никого нет Магнус Вроде Реоспалярити И нету А вроде бы и Перепугали всех настолько Что просто разлетелись В разные стороны Бракс в фонтан Отпушивает Мидлейн Пока что Далее но в Каррш Есть Вейер У Вейера есть и Витальти Бустер Можно станковаться Немножко Давайте пройдемся По вещам пока Раз уж С Рошаном не удалось Можно посмотреть на графики На вещи Восемь тысяч по опыту В районе пяти-шести По деньгам Здесь как видно За десять даже перевалило Но уже Немножечко Отбили себе ЛЖД По вещам Здесь Ботиночка урна У Медведя Давайте посмотрим Транквил Сэйджис Маск будет делать Владимир Пока же есть Монстром Есть Гиперстоун Скорее всего будет сделать Кирасу За эту гиперстоун Может конечно сделать Монстром Но это не так выгодно Кирасу Собрать выгоднее будет Здесь само собой Блинкдеггер Виталис Бустер Мы уже все видели С этой стороны Пытается дофармить армлет свой ВВФ На третьей строчке Фарм у нее не так много Как могло быть Тем не менее Хватает 1600 уже золото То есть можно армлет докупать Вот он скорее всего летит Нет летит просто щиточек Феррари Решил что-то закупить В секрет шопе Давайте посмотрим сколько денег В общем-то не так много Покупает Ринг оф Хэс Видимо будет просто делать вангард Понимает что Больно дерется с вен Больно стреляет с вивер Немножко решил затанковаться В общем-то достаточно богатый магнус Может себе позволить Хоть и выгоднее было собрать меку Для команды Этим никто не занимается Из саппортов Вместо этого купил себе Ринг оф Хэлс Так ну и здесь транквил буст Брасер Мэджик Вант Достаточно бедный Чуан Но в общем-то Чуан просто ходил Помогал всем С игру Помимо этого Тысяча золота То есть на самом деле Не такой уж и бедный По сравнению с Фэйтом Здесь есть мека Мека есть у Киперовзлайта У Робика ботинок Мэджик Вант У Года Кусочки Аганима Пэнбустер Огглэклаб Затанковался 1150 хп примерно Свен Носит Мэджик Вант Пайката Две палочки Помимо этого У Свена только ПТ Брасер Свен очень-очень бедный Лучше бы они его фармили в Сейфлейне Вот я был удивлен таким поворотом Что они Трилейн Пустили именно на бот Пытаться воевать с лайфстилером Моего команды Это было в общем-то весьма наивно Собственно И не получилось У Пайката Виталий Виталий Бустили Колечко Есть медалька Есть ПТ Но тем не менее Урона пока что маловато Так, но и приходит Айджи приходит на боттауэр Боттауэр Поедает медведь Боттауэр сразу падает Даже сообразить Ничего не успели Прилетали вроде на Тир-2 Однако Тир-1 уже упал Заходит сразу на Тир-2 И тоже очень быстро начинает его медведь поедать Медведь С Эмпауэром Урона хватает Поставили вроде бы Недровард Влетает в Феррари Но никого не подцепило На своим скивером Надо перегруппироваться Начать всё заново Здесь летят уже Элиминейты Пытаются отпушить как могут Тожди Интернешнл Айджи понимает, что надо отойти немного Не получилось у них С инициацией Магнусона Скоро можно будет прийти Просто ещё раз Феррари находит реген Недровард Не очень приятно То есть влетает сразу Получает урон от Недроварда Тем не менее Как минимум Блинк не забивает То есть очень важно Первым прожимать Блинк И потом уже что-то делать Если ждать только станет шокуэв Ему Блинк собьёт Недровард Ну и тогда будут проблемы И Блинк в кулдауне надо ждать Я думаю всё это прекрасно понимает Феррари Так, ну здесь Смог Смог полетает по Кату Забирает его с Вен тем не менее ПК тыщет фарм где может С фармом проблем 800 монет всего Витальти Бустера это конечно Замечательный 1000 хп хотя бы есть То есть может пережить с небольшим шансом Все прокасты, все контроли Поражать таймлапс и бежать Так, здесь Находят Медведя Выходят и Смогом Медведя дают Эпирил форм Дают Штормхаммер Идут Незербласты Ну и просто улетают Понимаешь, нет Поднимают его всё-таки Рубик Жоу бежать 20 хп остаётся Ну и добивают его год Замечательно Заганкли Чуть бы он не застак Я уже думаю застакли анди Зейбл То есть Рубик Не потратил телекинез Если бы он его потратил по Штормхаммеру То Медведь просто бы выжил Однако всё правильно сделано На стае он понимает что Одного Штормхаммера явно не хватает И Штормхаммера не успели бить Так, у Айджи здесь проседает вышку Надо спасти её Вейт Дыхнул на крипов Ну и крипы начинают разваливаться Медведя убили Сразу же пошли на Рошана Понимаешь что без медведя драться Не очень-то хочется Что такое получили Поражали ещё один смок Ну и теперь надо заходить в Рошпит Так чтобы вардами их не видели Однако здесь Кто-то ходит Это кто-то Магнус Магнус влетает Натрой сидит Вайфсиль Находит его Оказывается один Сразу же прожимает рейер спаляри Сразу же вылетает ВВФ Однако рейер спаляри Собили анимацию ВВФ ставится один Сейчас помрёт Нет Крутанул Армлетт Выживает Айспав Останавливает Бракса Пайкат с дабл дамажем Бежит Пытается догнать Надо прекращать гнаться Здесь поставили сентриварс Сейчас Пайката будет убивать Стану не попадает Чо он Пайкат вовремя сообразил Всё это Медведь уже живой Кой трычит Аганьем уже есть угода Второй уровень лайфдрейна 240 хп в секунду высасывает Так нет секундочку Да со скиптором 240 Ну и теперь Кулдауна на это просто нет То есть Даже если с обид Можно заново Отхиливаться Можно целиком Выбивать медведь За того же самое С переговором Так понял что нет мекки Проблема Начинает покупать кусочки мекки Фэйт Ну уже купил хайдресс Чё она 2-100 Видимо сейчас купит блинк дайгер себе Просто потому что может Почему бы и нет Мекку там уже делают Барабан скорее всего Да барабан есть Есть Яш уже лайстилер максимумов спиды Купил себе блинк дайгер То есть он будет впрэйгить Будет станет Будет давать хекс Будет давать фингер оф дэст Но это гарантированно минус один А то и минус два Если раскидает контроль И правильно Полетать сразу на тердотауру Надо спасать Убили всех хрипов Так ну и здесь Год пытался подпушить Находит его Чуван Влетая из блинк дайгера Вот и показалось это приобретение Год просто погибает Чуван сразу отбивается маной Успел немножко отрегенить себя маном Манодрейном Хоть и на первой уровне А здесь медведь убивает Между прочим Рошана У медведя есть Владимир Потихонечку регенится Походят сюда Жакира Рошан немножко подстанил Мизере Пускает иллюминаит Посмотри что там происходит Ну и сейчас увидишь что Рошана они уже потеряли Года нет Безгода драться не могут Приехали немножко Чуваном Чуван отпивается ботинком У Чувану немножко не хватает маны Тем не менее Лайфстиллер получает аегис В пирали впрыгнул На всякий случай На случай если кто-то будет пытаться Добить остающих Влетает в андроид Так ну и по графикам Здесь как видно уже В районе 15 По опыту За 10 Перевалил по деньгам Даже гейминг Понимает что Чем дальше Тем хуже для них все Пусть там сейчас у медведя Появятся Кусочки кирасы Давайте посмотрим Пока что не апгрейдил он Свой гиперстом Вместо этого Покупал Владимир Но тем не менее у него уже Почти 2000 денег Фармит здесь лису вивера Вивера 2400 Однако ничего не покупает Пока что Летит Летит Огрклаб Бракс только начал делать Своё БКБ Вот если бы они Уставили в сейфлейн БКБ уже давно бы было Можно было пробовать сети Воевать Само собой Интанглы Неприятно На пару стрелков спаляется Пробивает БКБ Ну Хоть что то Как минимум урон не достается Магический Ферраль Д200 Посмотрим что будет делать дальше Будет ли это рефрейшер Либо что то еще придумает Че он наконец получил 11 Второй фингеров дает 725 Магического урона с одной кнопки Серьезно Так Ну и ВВФ приходит Порейджил на вышку Снял себя Эмпауэр рейджем Тем не менее Вышка немножко покромсал Приходит еще и Медведь Надо успеть добить Успеет ли? Успели Спокойно доедает Медведь Тауэр Не успели даже ничего сделать Не успели опомниться ЛЖД Интернешнл Как? Остались без тирада Тауэра Ну и последний Последняя вышка осталась только на миде Внешне Рошану уже давно забрали То есть сейчас Аджи дофармят основные айтемы Вот у Медведя 3000 Надо делать им кирасу И потом уже можно будет Пытаться что-то делать ВВФ Купил себе Санжин Яшу Хотелось бы объяснить Зачем он выбрал этот айтем Он делал себе максимум Мувспид билд То есть он Купил себе фейсбуд Купил барабан Купил потом Яшу Армилейт уже есть То есть урона хватает Ну и потом просто Купил себе и Санж Почему бы нет? Просто затанковался Мувспид остается Это самое главное Помимо этого Получил урон Получил шанс замедлить То есть Хоть считается это Этим Достаточно плохим Но в таком билде Он более-менее Оправдан Как минимум Так, Феррари Прераспалялись на троих Сразу всех поставили Уже минус 3 минус 4 Просто всех схлопнули Как-то просто Ковыряли-ковыряли вышку Ну и Феррари Просто заметил Что там все стали кучкой Влетел В очередной раз Лиджи Интернешнл Стоят как-то Нерассеянно Стащили просто всех В Чуана заползает Лайфсилер Можно влетать Выкупается Киперуслайт Понимает, что сейчас будет Лиминейт Отходит, спокойно ждут крипов Вот он Лиминейт Ни в кого не попадает Медведь с Эмпауэром Начинает грызть Съел всех хрепов Грызет в вышку Рычит И вышка падает Похоже сейчас Потеряет просто сторону Респаунится Свен Респаунится Пугна Прожимает Мекку Ну и просто доедает Барак Феррари пугает всех Вай-Вайф нашел здесь Они убили Вьевера Вьевер сразу же выкупается Разбегается все в разные стороны Айджи понимает, что теперь уже Все живы Сейчас будет полноценный драк Вай-Вайф подкинутся Ликенейтсом Он набрасывает просто на Бракса Бракса Да нет, Чуана Бракс Оказывается на Эспасе Ворует Эспас Рубик Поставил немножко психоответ Однако Бракс уже добили Убили Свена Медведь гонится Пропускает его Феррари Феррари получает Эфириал форм Он прыгает блинком от Незербласта Года Ковыряют здесь на пару с Медведем Но Брак уже упал Дведь добил Брак Вай-Вайф подходит Получает урну Ну так Тридцатая минута 21-7 Счет Брак уже упал И уже Зинтернешнл Откровенно говоря Выглядит уже Более-менее безнадежно Можно конечно Попробовать что-то сделать Но по графику Здесь как видно уже За двадцать тысяч перевалило По опыту За двадцать и по деньгам То есть надежды На возврат Весьма мало Так можно продолжить пока Объяснить про Санжин Яшу Как-то прервали нас Стим вайпом небольшим Так вот Санжин Яшу Мувспит замечательно Собрал он целиком Весь артефакт Который недолюбливают многие Однако потом Можно будет его разобрать То есть можно будет Собрать Коэнс Хабрит И это уже будет полезно То есть на случай Если Свен случайно Станет сильным Вдруг внезапно То есть можно Пересобрать Докупить Талисманов Эвэйжен Заодно затанковаться То есть Станет еще более Плотным Вай-Вайф Сможет воевать С любым кэрри Выключать ему Автоатаку То есть будь то Вера Будь то Свен То есть решение В общем то замечательное То есть пока что он Все в один слот сложил А потом уже можно будет По ситуации разобрать Вот Отпушивает МИД Так ну и все ждут Когда Медведь соберет Кирасу Кирасу собрал Еще Димон Эльч сверху купил То есть в общем то Медведь Доволен жизнью Гему фейта Ну признаться Я ждал более зрелищные финалы Думал HD International подготовили Какие то Наработки Они ездили домой У них был отпуск небольшой Вот только недавно вернулись Видимо Не напрактиковали Ну а IG Тоже Очень сильные команды То есть их никогда Со счета списывать не стоит Все в общем то Ожидали что IG будут на этом турнире Очень очень сильными Хоть никто не видел их Тренировки Тем не менее Команда себя показывала Неоднократно Все понимают Что оппонент Действительно серьезно В HD International И то что они Вроде бы во второй игре уже Не так хорошо себя показывают Но тем не менее Как минимум показывают Посмотрим Заберут их Один матч Пока же теряют Тариф в бараке Медведь набрасывается На рейнжовый барак Надо доесть Незервард Незервард получает Декрепифай То есть у них съесть Ну и медведь сейчас выпьет просто Пугна Медведь грустно умирает ВВВ Вдовлетает барак Набрасывается на мизери Мизери Начинает помирать Есть меку надо прожимать Прожимает меку ВВВ переагривается на свяну Влетает Феррари Просто Шоквейн добивает Получает стан Феррари Вместе с Чуаном Штурмхэмер Влетел всегда гнал Ну и Чуана Форстафнули Кидает Хекс Однако никого уже не подцепить Можно перетянуться на мид На медведь в бараке Однако Медведь уже не стесняюсь грызет Сирпот Ауэр Поражали Фортифай Незервард поставил год Пытается Выпить Феррари Феррари Вангвард им не страшно Застанели Рубик С этой стороны Штурмхаммер Рубик Само собой добили Килл достался Жакира Выпивает Мана изгоды Ну и Бракс пытается лететь Посмотрим подстанет ли Куда он суть в семье Влетает Феррари опоздался Реосполярити Есть рефрешер Не страшно Мана не хватает Правда к сожалению Ботинок вроде поражал Но мана все равно не хватает 300 мана стоит Третий Реосполярити Леон просто Девать кипрозлайт своим пальцем Сильным пальцем Ну и Покажут нам огонь Покажут как падает трон Второй матч забирает Айджей Будгейм говорят Лжди Лжди в расстройстве само собой что Пока что хороших игр показать не получилось Так ну и у нас же к сожалению Вынужден я Закончить на этом каст G лиги То есть третью игру Придется смотреть Реплеим чуть попозже Часов в 10 вечера Скорее всего будем смотреть Если честно не уверен Насчет 10 то есть это Возможно неровная дата Пока же У меня перерыв Вернусь я где-то через полчаса Через 40 минут Будем смотреть Квалифайер техлабс Турнир техлабс Если интересно Подробности можно найти в контакте Ссылка под стримом Так ну и до встречи тогда Небольших переделев Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok